Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет влог, не просто влог, а шоппинг-влог. Поэтому предлагаю присоединиться всем любителям шоппинга, потому что, знаете, есть те, кто не любит шоппинг, поэтому сразу предупреждаю. Приехали мы сейчас в торговый центр от Рада. Ну, они, в принципе, я еще раз говорю, что все торговые центры в Москве похожи друг на друга как один. Практически везде одни и те же сети. У нас приближается 8 марта, там Оксана идет сзади, в общем, поэтому сейчас расскажу немножко, как у нас с мужем и чего. Ты не хочешь совсем поздороваться? Тебя все потеряли. Оксану все потеряли. Так хорошо, Лена снимает, я могу хоть как это посмотреть. Гляжусь в тебя. Оксана работала, теперь она хочет опять снимать влоги потихонечку начать. Так что на канале «Новый день» будут новые влоги. Ну, а я что хочу сказать, что у нас с мужем так, так как мы очень давно уже женаты, даже я никогда не помню, сколько по времени уже, то у нас нет такого, что дарить подарки, потому что я знаю, что муж всегда подарит какую-нибудь, ну, что-то такое, что он будет в любом случае со мной согласовывать. Поэтому он мне дает деньги. Деньги, а я уже сама на эти деньги покупаю и говорю ему спасибо, спасибо тебе, дорогой, за то, что ты мне купил то-то-то. У нас вот так. У всех по-разному. То есть я прошу не покупать мне цветы, потому что он купит, через два дня они завянут. Мне вот деньгами он дал, и я сама себе купила то, что мне нужно. Еще вот что хочу сказать, что сейчас в последнее время мне очень много людей просят продать рекламу на канале, ну, то есть как бы прорекламировать какой-то канал за деньги. Хочу сказать, что я этого не делаю, потому что считаю, что это бессмысленная трата денег для людей. Я не любитель разводить кого-то на деньги, либо еще что-то, поэтому я этим не занимаюсь. Но есть у меня мои зрительницы, которые смотрят меня, которые создали свои каналы. Вот хочу про них немножко рассказать. Есть такой канал Катрин-путешественница Кати, у нее еще очень мало подписчиков. Она завела свой канал, хочет делиться с вами путешествиями, информацией про Москву, живет у нас в Москве. Поэтому, если вот вам интересно, зайдите посмотрите. Катрин-путешественница, у нее, кстати, там сейчас будет розыгрыш призов, которые она привезла из Чехии. Поэтому зайдите посмотреть, если вам интересно. И есть канал Марина Жужа. Марина сейчас отдыхает в Паттайе. Поэтому, если кому-то интересен Таиланд, гуляет теми же самыми тропами, что и мы. Она очень любит шоппинг, точно так же, как и я показываю сейчас шоппинг. Сейчас в Паттайе пусто, туристов мало. Поэтому у них там вообще все замечательно, все классно. Поэтому вот советую абсолютно бескорыстно, без денег, просто потому, что хорошо отношусь к девчонкам. Ну, а мы сейчас с вами идем. У нас будет по пути H&M. Лена, что у тебя? Какая цель, что ты хочешь купить? Я хочу посмотреть какие-то базовые вещи. И мне все время говорят, обратитесь к услугам специалистов, которые вам помогут одеться. А я говорю, сейчас вот такие специалисты, которые так вот одевают, вот я видела парочку, они снимают тоже это и одевают девочек. И вот мне абсолютно не нравится то, что они им предлагают, вот эти вот все модели, вот нисколько. Вот, ну вот нисколько, вот никак. Вы знаете, у каждого своего восприятия, допустим, многие тоже пишут, у меня вкуса тоже нет. Естественно, у меня вкуса нет. Ну, допустим, правильно Лена говорит, со многими стилистами я абсолютно не согласна. Да это вообще кошмар какой-то. Вот мне вот они, когда вот пока, вот допустим, вот. Человеку нужно идти в том, в чем ему комфортно. Вот, вот допустим, такая вещь, ну, для меня вообще неприемлема никак, нисколько. Вот нисколько. Ну, вот это вот из того разряда блузок, которые я сейчас выбросила, просто отнесла на мусорку. Ну, я не хочу сказать, что это плохо, но мне они просто не подходят, не нравятся такие вещи. Ну, вот я вот ее держу в руках. Ну, вот это вот базовая вроде как комплектация. Ну, качество, да. Пуговички вот эти вот простенькие. Ну, конечно, сейчас не нравится нас, как всегда, тапками, вам нужно худеть. А вот, кстати, по поводу худеть. Ну, нет у нас вот хорошего, нормального в Зеленограде комплекса. Есть один единственный, Green City, с бассейном, да. Ну, пусть не с таким большим, но все-таки. Ну, абонемент сразу в Индопорож, около 30 тысяч. Да, 30 тысяч нужно на абонеме. А я бы по месяцу ходила, я в этом месяце хожу, в следующем месяце не хожу. Не хожу, уехал куда-нибудь или еще что-то. Ну, там заморозка есть, конечно. Ну, он вообще просто сам по себе не очень. Вот, допустим, рубашечки, базовые вещи. Сейчас вам продемонстрирую. Ну, разделите меня на два. Ну, когда я вижу вот эти рубашки, у меня, знаешь, всегда, как-то я шла в такой рубашке, и меня приняли за сотрудника одного из кафе близлежащих, там что-то спросили. То есть, как бы, ну вот... Это с нами помощь. Нет, ну, Аня, что вы здесь работаете или не работаете? Нет, ну, мне нравятся вот такие вот, допустим, свитерочки. Вот свитерочки мне очень нравятся. Ну-ка, давай-ка, разверни, посмотри, сколько такой стоит. А, ну, они, видишь, укороченные, опять-таки. Укороченные, это... Не-не-не-не, они вот, короткие. Они рассчитаны на девочек стройненьких. Для тех, кто не ест после шести, мы едим после шести. Да. Ну-ка, посмотри, вот этот большой свитерочек. Сейчас это размер нужно. Да-не, ну, ты посмотри, просто он короткий или нет. Ну, хотя бы на себя похитивай, что-то, Сэм. Ну, тоже короткий. Это широкий. Он широкий. Это широкая модель. Поехали-ка в Стамбул. Что ты все придираешься? Ну, потому что мне нравятся турецкие вещи на самом деле. Поэтому, наверное, я... Они, наверное, больше наши комплектации подходят. Подходят, да, к нашей комплектации. Поэтому эти я не воспринимаю. Я не хочу никого обидеть. Ну, давайте разберемся. Во-первых, это ткань. Ткань вообще ни о чем. На что рассчитывает дизайнер? Вот, ну, как-то я не знаю. А может быть, такой померить? Ну, посмотреть просто вот ради интереса. Вот на что действительно рассчитывает дизайнер? Вот эта модель. А давай, мне даже будет любопытно, как ты его померяешь. Оно, знаешь, так еще, причем смотрится ярко на камере. Ну, размер... 4, наверное, не получится. 4, ну, ты возьми поменьше размер. 2Х. Ну, просто вот ради интереса. Ну, просто ради интереса. Вот. Вот XL. Вот XL. Ну, не худайте, в примеру. Ну, просто вот рукав, допустим, да? Ну, вот как бы это что? Это праздничное платье? Это праздничный вариант? Ну-ка. Это вроде, наверное, типа как праздничный вариант. Нет, ну, может быть, я ничего пускаю. Ну, да пойдем померяешь. Ну, просто ткань здесь, ткань здесь полиэстер, во-первых. Во-вторых, здесь, посмотрите, нитки уже торчат изначально. И стоит, я никак не могу понять, сколько это стоит. А, оно 500 рублей стоит. А, ну, все тогда. Оно 500 рублей стоит. Ну, это вот просто вот вещь, уже отнести ее куда-нибудь. Не, оно это казахские там, казахстанские. Ну, в общем, так вот, мерить не буду. Извини, я тебе откажу. Ладно, пойдем. Из H&M пойдем. Ладно, пошли дальше. Нет, здесь можно найти хорошие базовые вещи, наверное. Ну, как-то вот для молодежи, может быть, больше. Или для совсем стройных девушек. Ну, люди разного вкуса, конечно. Да. Не, ну, вот платье, допустим, симпатичное, хорошее платье. Ну, материал хороший, во всяком случае, здесь. Материал хороший, я вот такие вот платья-рубашки люблю. Пошел в бассейн. И пошел в бассейн. Пошел в бассейне и такое, скорее всего. Нет, ну, это я правила чисто в самолете. Ну, вот сейчас очень жарко. Вот я иду, мне в моем пальто, но очень жарко. Где без пальто? Ну, вот сейчас давай зайдем, посмотрим, что здесь есть. Здесь буря, я не знаю, сколько она получается, 6? Ну, 6. 5999, но ты сразу в ней широкая, широка страна моя родная. Ну, а как, вот хочется сейчас что-то такое легкое? Да? Ну, получается, что ты, ну, как бы нужно чуть-чуть подлиннее, чтобы она была. А здесь подлиннее нету еще здесь таких. Вот этих вот, наверное, она воздушная делается. Вот у меня все-таки, видишь, по... Ну, у тебя тоже так же. Нет, это потолще, чем твоя немножко. Это все-таки пуховик. Но он легкий. Легкий, но не знаю. Коробок-коробок. Коробок-коробок, я тебя съем. А, ну, у тебя тоненькие эти полоски. А мы пришли в теремок сейчас покушать блинчиков. А, обязательно, однозначно. Как же без покушек? Нет, не нравится, да? Подлиннее чуть-чуть нужно. Ами зашла подводку сюда, купила в Литуаль. А Оксана себе здесь духи тестит. Я, кстати, вот это вообще не знаю, вот всю линейку. Какой? Муглер какой-то. Да, подпочеки. 50% я сейчас скидку. Ну, допустим, по цвету выбираю. Тебе голубой нравится? Я бы по цвету бы вот этот вот персиковый выбрала. Да? Не, ну, они какие-то фруктовые, типа, вот ароматы. А, вот эти, за дик очень хорошие. Только белые. Вот эти вот белые, посмотри. Давай. 3 тысячи... 949 сейчас стоят они со скидкой. Вот это приятно. Вот это вот новинка, видимо, наверное, какая-то. Есть новые палочки? Можешь мне на руку брызнуть, я попробую? Это приятные. Приятные. У меня были они. Не, мне на руку брызни. Смотри. Он очень пустой. Не знаю, не могу даже ничего сказать. Вот этот приятный. Белый, да? Ну, вот белый я знаю, потому что белый действительно классный. Присмотритесь к нему. Это большой, 3 тысячи девять. Сейчас видите, скидки какие. Уже скидки, я говорила, уже с 29-го часа. Ну, приятно. Здесь больше на фамилию чем-то похоже, кстати. Да? Принцип такой, как фамилии, по-моему. Что-то непонятное. Ну, я говорю, типа фамилии что-то такое. Вот по такому же принципу. Вон, допустим, размер у меня ноги 39-й, у меня вообще 40-й. Здесь это, может, бывшая фамилия? Не знаю. Потому что я вижу по одежде все то же самое. Ну, а вот такие сколько? Ну, а вот такие сколько? Вот эти мягкие, слушай, вообще классные ботинки. Вот эти мягкие, смотри. Пять тысяч такие стоят. Лена, вообще сколько мягкие? Мне на такой платформе зачем нужна? Чтоб не утонуть. Нет, на такой платформе не хочу. Вот эти вот мне нравятся. А, размер 40-й, кстати. Они мягкие-мягкие. Попробуй. Под джинсы, под все отлично грязь. Вот эта платформа, ты считаешь, нет? Ну, они просто вот эти нравятся, я померяю сейчас. А я не пойму. Вроде бы размер 40-й. Нет, они смотрятся хорошо, но мне почему-то тесновато. Я не могу понять, в чем дело. Я не могу понять, почему такие большие стеклики, смотрите. Стоят где-то 200-й. Они мягкие, все. Ну, смотрите, вот здесь вот как-то то ли они зашнурованы, что они топочутся. Где здесь зеркало какое-то есть? А, вот это и дырочки. Вот, видите, как они смотрятся. В общем, я не знаю, в чем дело, но почему-то у меня вот этот вот нормально я хожу, а вот этот какой-то тесный. А может из-за того, что он так зашнурован? Но я чувствую, что неудобно. Так они вроде бы вот смотрятся хорошо, но неудобно. Вот этот вот купи-вип, он очень похож почему-то на фамилию. Я имею в виду по полкам, по распределению. Полок 3190 стоят такие сумочки. Так, ладно, а мы идем в стайлоджи. Вот в стайлоджи какие, видите, есть. Ну, это удлиненная, да, коротка как раз-таки? Ну-ка. Сколько? 540. 5,240. Вот классно, посмотрите. Ну, а сейчас вот не холодно в такое ходить-то, а? Нет, смотри. Это на какой-то, наверное, еще более теплый. Вот, вот мне вот такой надо вариант. Там минус 30 или нет? А, вот это минус 30? До минус 30. А такой нет, смотри. Ну, она же мне опять по пах будет. У меня опять пах этот весь. Нет, у вас вот эти модельки. Вот, смотри, какая она. Да, вот эти модельки. А, ну-ка, сейчас я посмотрю. Розовая, да, хорошая? Ну, дай-ка я гляну, посмотрю. В общем, Оксана мне сказала, что мой сарафан подешевел в два раза. Надо было вот сейчас приезжать покупать его. Было бы не обидно. Брюки классические. 4,730, но я не люблю такие брюки. Классика. Оно, может, и хорошо. Куртка не подошла мне. Я вот такие вот как-то больше мне вещи нравятся. Вот, поймите меня правильно, то, что вот вы Тиндэ, мне вот что-то вот такого плана больше нравится. Но я не говорю, что вот именно вот эти вот модели. Ну, что-то такое необычное. Здесь эти... Смотри, а это комбинезон. Джекет? Ну, вот надо сразу понимать, с чем ты будешь его носить. Вот он, допустим, может приятный, но с чем? Вот брюки шерстяные тоже вот хорошо, допустим. Смотри, какой он. Нежный-нежный, но просто цвет я обалделю. Я не знаю, как это носить. А что это такое? Ты видела у него короткое там впереди все? Это просто, ну, вот на брюки на какие-то на такие одевается. Ну, а это такая нежность. Прямо, видимо, что такой весь воздушный. Не 90-60, а 90-90. Ну, что сейчас цена, даже я не ошиблась. Сколько стоит? Не знаю, неужели это 9 тысяч? 9 тысяч? Жакет женский, бордог. А, ну это тонкий. Тонкий. Ну, это просто поджинцы, да? 9 тысяч, да, стоит цена. Я не понимаю, посмотрю. Где цена? Вот на голубого, что-то посмотрела. Чуть не мог. Нет. А, где даришь? 3 тысячи. Это что-то... Зен-Ден какая-то фирма написана. Ну, магазин, видимо, Зен-Ден. Слушайте, ну, не вижу я вот каких-то таких кроссовок сейчас. Вот сейчас ходить. Какие-то хочется такие кроссовки. И не увидели здесь пока что магазины Adidas. Ну, может быть, он где-то дальше будет. Вот, пока что не вижу ничего. Ну, я и расстраиваюсь. Думаю, ну, почему же я такая глупая и не купила все в Таиланде. Ну, не охота было везти. Неизвестно будет, что с чемоданом. Там какой перевес, не перевес. Чего как. А здесь мы прошли по всему центру. И как-то и кроссовок-то особо нету, да? А я купила три антикроссовки. Очень довольные. Я смотрела там в Adidas, и мне понравились одни. Но я их померила, они неудобные были. Другие померила, тоже особо неудобные были. А как-то вот все. Ну, я говорю, как-то все бегом-бегом. Ну, так ты не говоришь, как-то три дня бери, на самом деле. Тебе будет четыре дня, три ночи тебе подойдет. И толком ничего не посмотрела. А сейчас вот здесь надо, ну, надо, знаешь, куда, наверное, в черную грязь, может быть, съездить. То есть, пока стоишь, еду заказываешь. Прям такие аппетитные картинки, что тебе хочется есть еще в два раза больше, когда ты их рассматриваешь. Слушайте, пока я стояла в очереди, думала, сейчас слюной захлебнусь. Я небольшой любитель крабовых палочек. Но почему-то здесь, вот в крошке картошки, вот этот салат, вы сейчас чувствуете, да, мой аппетит? Он безумно-безумно вкусный. Я не знаю, почему, в чем секрет у них здесь. В принципе, как бы, ну, обычные здесь крабовые палочки, да. Ну, с майонезом они здесь, с добавлением. Грибочки, картошечка. Ммм, это же можно дома также сделать такой вкуснительный. Сейчас будем пробовать. Сейчас попробуем с вами вместе салатик. Попробуем салатик. Я не могу, у меня уже прямо, вот знаете, когда говорят, там, вот что больше в торговых центрах делать, нечего, нечего. Ммм, я говорю, так же можно и дома сделать. Да? Оксана, я еще гороховый суп делаю. Морс. Красота. Надо попробовать, кстати. У меня муж любит вот эти вот все новые рецепты пробовать. Как они делают так вкусно, вот эти крабовые палочки, в сочетании с картошкой, получается вот так. Попробуйте сами дома. Вот здесь, по-моему, тайская еда открылась. Как мы с таксан с тобой не увидели? Банановый шейк, манго. Манго шейк? 300 рублей. Манго шейк. 300 рублей. Тоже вот эти вот напитки все, которые в центре Ханои мы видели. Ну да, я взяла с этой, то у меня. Внизу все. Салат. Бойкинш. Ну а мы сейчас зайдем в Абди. Я маме хочу цветочек посмотреть. Оксане там по хозяйству кое-что нужно купить. И будем держать путь домой. Как же я не могу проходить мимо вот этих всех штук? Макаронцы 60 рублей. Смотрите, какие красивые цветы. Но это, по-моему, однолетние вот эти вот. Ну, не долго играющие. Но красиво вот уже для мужчин. Мужчин уже здесь подумали, что можно приобрести. Но у меня такие долго не держатся. А вот орхидеи, на удивление, у меня почему-то держатся. Смотрите, какие композиции. Прямо даже растет цветок. Что там написано? Цветочная композиция Нарцисс. Нарцисс. Очень красиво смотрится. А здесь прям так весна-весна. Тюльпаны. Вот это вот, не знаю, что за цветы такие, но очень красиво. Может, маме вот такой цветок приобрести. А здесь орхидеи красоты неописуемы. Посмотрите, какая прелесть. Ну, цена у них уже тоже 2,399. 2,499. Вот такая вот стоит. Ну, видите, сколько у нее? Раз, два, три. Три стебля. Вот еще орхидейки. Вот это вот очень красивая, нежная орхидея. Светлая такая. 1699 рублей. Вот такая стоит. Вот тоже светлая. Я орхидеи люблю. И как-то для меня они простые в уходе. То есть они у меня постоянно... Ну, у меня одна. И она у меня постоянно цветет. Уже такие букетики для мужчин приготовили, чтобы они только подошли, взяли и подарили. Вот, допустим, вот такой вот букетик стоит 569 рублей. Вот такие вот. Я еще их не сразу увидела. Смотрите, какие. 5 тысяч стоят с лишним. Очень большие. 5699. Но я вот только, знаете, что не пойму, а как за ним не ухаживать. Это все уже они по типу посажены? Тут ни земли, ничего не надо? В общем, в итоге выбрала маме вот такую вот. Мне она понравилась, наверное, больше ориентируясь на свой вкус. Ну, очень красивая архидейка. Довольно счастлива теперь можно идти к кассе. Слушайте, я вот знаете, что хочу сказать? Что вот люди... Я вот уже про сплетни этот вопрос вот затрагивала. Что если нет никакой информации, люди начинают придумывать свою информацию. Что Оксана видео какое-то время не снимает. И все прям, что с Оксаной случилось? Где Оксана? Что такое? Куда Лена ее не снимает? Наверное, они там разругались или еще что-то. Что Оксана не хочет, понимаете? Есть такое время, когда ты хочешь снимать видео. Есть, когда не хочешь. Когда YouTube является хобби. Хобби, понимаете? Есть работа, основная работа. Когда ты очень много времени провожешь на работе. То есть, ну, как бы вот был отпуск, да? Было много времени. То есть, там, допустим, она снимала. Сейчас работа, она, соответственно, снимать не успевает. Да нет, не тоже не успевает. Я вот с Таилан, Таилан, Таилан. У меня было столько много видео. И потом, видать, мне уже там... Отдых. Да, уже замучили. И все пишут, замучила со своим Таиландом. Я думаю, ну, вообще не буду выставлять сейчас. Да нет, дело в том, что... Когда каждый день снимаешь, вот каждый день, ты на самом деле, когда ты монтируешь еще каждый день, скажи, что это много времени не нужно. Нет, это много времени, но это в удовольствие. Но после этого... Нет, но в удовольствие, когда у тебя есть время. А когда уже времени нет, соответственно... А по поводу шопинга, что я хочу сказать? Что вот... По сегодняшнему? Ну, по поводу сегодняшнего и вообще шопинга в России. Что многие говорят, вот, что там в Таиланде этот шопинг показали. Вот, ребята, вот после шопинга в Таиланде вообще не охота здесь нигде ходить и ничего смотреть. Вот, ей-богу, после той косметики, после той вот одежды... Но там тоже вот шопинг этот... Как-то я почему-то очень-очень мало всего успела купить. Я не знаю, с чем это связано. Ну, то есть я купила много косметики, а вот как-то вещей нужно было брать там и кроссовки. Ну, да, я хочу сказать, вот на него тоже некоторые люди задают вопрос. Почему он говорит, вы всегда показываете мужские вещи? Вот моя точка зрения по поводу вещей следующая. Что купить женщинам в Таиланде? Ну, да, Лена правильно говорит. Прежде всего, косметика декоративная. Да, декоративная косметика. Отличный карандаш. Это лучший карандаш в моей жизни. По хорошей стоимости. Который я купила, допустим, в Таиланде. Сумочки всякие красивые, да. Сумки, как я жалею. У меня прям сердце кровью обливается, что я не купила там сумки. И, конечно же, обувь. То есть это какие-то там босоножки, кроссовки. Очень много брендовых магазинов. Ну, я имею в виду там и Nike, и Adidas, вот это все. Да, но как таковых самих женских вещей такого нет. Нет, есть маленьких размеров. Но у нас же размер не маленький. Нет, ну, блузки вот это вот, допустим. Ну, та же вот, я не знаю. Нет, но в этом плане Турция. В этом плане Турция, Турция, Турция. Я поделюсь сейчас с вами своим горем. Я ждала до последнего. Но, правда, я еще жду, но это чувствую, что надежда уходит все у меня уже в лето. Значит, я разговаривала со своей знакомой. Нашла тур в Турцию, инфо-тур. И попросила ее, чтобы она меня забронировала. Но там оставалось всего лишь одно место. То есть вот ее турагентство. Но еще до пятницы есть время. Но у меня надежда тает, потому что иначе бы они подтвердили. Потому что там уже вылет скоро. А там был инфо-тур. И, допустим, в день сразу 15 отелей можно посмотреть. И я очень хотела поехать. Очень прям просила Любу. Ну, а Люба говорит, от нее что зависит. Она заявку оставила там на, ну, как это называется, бронь. А там подтвердят, не подтвердят, вот до сих пор не подтвердят. Это зависит от воли Божьей. Ты же сама говоришь, судьба поедешь. Не судьба, не поедешь. Ну, я тоже так решила. Но мне очень хотелось. Но там будут еще инфо-туры. Но как бы вот здесь одно место оставалось. Может, вместе как-то вот съездим. Может быть, посмотрим. Конечно, хочется съездить и посмотреть. И оно всегда хочется что-то новое увидеть. Мне всегда хочется. Я не знаю, Турция, как хотите. Турция моя любовь. То есть, Крым моя любовь. И Турция моя любовь. И мне хочется и туда, и туда. И, в общем, ну, не знаю, как получится. Видите, какая ситуация сейчас в мире. Нестабильная. Непонятно, что будет завтра. Поэтому нужны пути отхода. То есть, если вдруг у тебя туда не получится, куда у тебя получится туда в другое время? В Таиланд тебе же тоже понравилось. И ты еще вернешься, правильно? В Таиланд обязательно вернусь. Очень хочется Пхокет посмотреть. Это зимняя страна для посещения просто у Крыма? Ну, зимняя. Вот сейчас Марина Жужа там. Обязательно. Ну, Марина плюс Жужа канал. Марина. Она там сейчас находится. Привет, большое. Марина. Очень хорошо. Очень хорошо. Прямо мне нравится, что там так свободно, что там никого нет. Китайцев нет. Вообще красота. На просторе они там отдыхают. Да. И в Питере не было. То есть, ну, при всем моем уважении, но тем не менее, как бы, это вообще замечательно. Отдыхать, когда свободно. Ну, согласитесь, когда там много народу, да, на пляже, или когда вообще практически никого нет, у тебя так ощущение, что море принадлежит с пляжем только тебе. Вот эта вот бабушка в Таиланде, в кафе, в который мы ходили, там она китайцев приучала. Она как чувствовала последний денечки, наверное, что китайцы отдыхали в Паттайе. Она там все мест мест нам нет. Но они еще вернутся. Сейчас же уже вроде бы как бы сказали, что нашли вакцину от этого дела, и все у них там пошло на лад. Так что, а я, конечно же, всем желаю добра. Всем добра, всем здоровья, любой нации, чтобы все жили нормально. Ну, и на этом, собственно говоря, этот влог мой заканчивается. Совсем скоро будет новый. Просили меня поснимать золотое яблоко в Афиморе. Ну, не знаю, доеду туда, не доеду, но планирую. Ну, одно и скучно ехать. Одно и скучно, а Оксана пока не получается. Она болела еще какое-то время. Расслабуха, скажем, после Таиланда. Мне после Таиланда всегда ничего не хочется делать. Хочется обратно только в Таиланд. Не, да, хочется назад. Ну, может быть, задом у с тобой, если время будет, или после зада в Зеленопарк еще поедем. Ну, посмотрите, мне надо купить кроссовки, мне надо купить легкую куртку. Друзья, ну, если... Пока ни того, ни другого я не ношу. Если мы не найдем кроссовки здесь... Поедем на садовод. Поедем на садовод. Если там не найдем, ну что, у нас один выход лететь в Стамбул. На садовод кроссовки точно нет, потому что обувь нужно покупать. Я считаю, что фирменную, хорошую обувь. Обувь, да. Мне нравится Adidas. Я поклонник Adidas. Вот скажи, какой красивый купальник купила на садовод. А купальник и все остальное – это садовод. Ну, а всем, как всегда, добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами. Пока-пока. Убегай от снов и от прожитых лет Все равно ты себе не изменишь И от жизни возьмешь Только то, что тебе даст Господь И ни больше, ни меньше А глянись за собой Сколько в жизни сплелось Сколько судеб к тебе прикоснулось Пусть полжизни прошло Как у всех на ось И удача другим улыбнулась Поговорим за жизнь И удача другим улыбнулась Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»